Сегодня не только в России, но и по всему миру миллионы людей отмечают день крещения Руси. Памятная дата неразрывно связана с именем князя Владимира, который в X веке провозгласил христианство на Руси. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах. В Херсонесе, где великий князь крестился сам, у верующих была возможность прикоснуться к ковчегу с частицей его мощей. Ольга Герсименко подробнее. Еще в предрассветных сумерках в Херсонесе собрались сотни верующих, чтобы встретить и пронести до Владимирского собора частицу мощей святого князя Владимира. До этого ковчег побывал в Сочи, Керчи, Феодосии, Ялте и Севастополе. Его везли так называемым морским крестным ходом, который в этом году проводят впервые. Херсонес – это точка отсчета, где все и начинается для Руси. Я считаю, что это одна из наиважнейших дат, потому что благодаря воле великого князя Владимира, Русь, в общем-то, поменяла вектор своего развития, стала той Русью, с которой мы сейчас имеем дело. Его называют одним из самых почитаемых святых православной церкви. По преданию, более тысячи лет назад князь Владимир именно здесь, на берегу Черного моря, принял православие и крестил Русь. Тем самым на века объединив разные народы в одно государство. Позже церковь причислила его к лику святых, как равноапостольского, то есть того, кто распространял христианскую веру. Этот праздник объединил верующих в разных городах, в большие и малые храмы. Несмотря на будний день, сегодня шли люди, словно говоря этим, как важен для них этот день. Мы видели крест, еще видели иконы. Хочется, конечно, чтобы они малолетства знали, что есть у нас такой князь святой Владимир, что за просвещение нашей Руси благодарить его. Я думаю, что каждый верующий человек в этот день должен прийти в церковь. Без этого никак. По традиции служба прошла и в главном храме страны. Люди приехали со словами и молитвами о мире и добре. Ведь главный смысл праздника – напомнить об общих духовных ценностях. Но все же центром торжеств сегодня стал не храм Христа Спасителя, а Богоявленский собор в Орле, где патриарх московский Евсея Руси Кирилл провел богослужение, а после литургии осветил памятник преподобному Серафиму Саровскому. Благословляется и освящается сей образ преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благове с длиной в 15 минут стал кульминацией. Волна колокольного звона накрыла православные церкви, начиная с Дальнего Востока ровно в Коудень по местному времени. Но голоса храмов не были похожи один на другой. Нину Андреевну и ее брата в детстве крестила бабушка без церкви и священника. Но теперь, говорит женщина, когда им уже за 70, все же решились на обряд по всем правилам. Родители наши крещеные были и обвенчанные, и очень веровали. А мы уже родились при советской власти, Советский Союз, никого не Бога, ничего нет. Вместе с этой парой в водах Енисея приняли православие и десятки других людей, посчитавших именно сегодня таинство в купели под открытым небом, даст им особую духовную и нравственную опору. Ольга Герасименко, Марьяна Соболева, Екатерина Колоницкая, Ирина Нечаева, Первый канал.